Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Продолжаем наш цикл итоговых программ под конец года. Сегодня, как всегда, понедельник, «Археология Форбс». И у меня в гостях, ну не в гостях, соведущий, заместитель главного редактора журнала «Форбс» Николай Мазурин. Ну и в пятницу, как мы все увидели, конец света, обещанный конец света не состоялся. В Гватемале разнесли пирамиду Майя, разочарованные участники. Несостоявшегося конца света. Но у нас все-таки за окном минус 19 градусов, и это нас заставляет думать о том, насколько нам еще хватит тепла. Глобальное потепление в российском исполнении. Да, глобальное потепление или глобальное похолодание, Грида. Помните, была такая реклама одного пива «Глобал Куллинг». Вот, идет глобальное похолодание. В общем, хотелось поговорить все-таки о теме апокалипсиса, о теме конца. Да, вот с какой точки зрения. С точки зрения энергобаланса. Вот очень много у нас ставится, часто ставится вопрос, когда закончится нефть. Я думаю, нашим всем слушателям знакомы рассуждения о пике нефти, что мир уже прошел, пиковую выработку нефти. И вот, собственно, об этом мы хотели поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это главный научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Леонид Григорьев. Ну, это все устар, значит, для простаты. Зайти у меня профессор. А в Высшей школе я завкафетер мировой экономики. Профессор. Хорошо, да. Значит, дайте все-таки несколько вводных, потому что этот разговор про пик нефти и прочее, я рекомендую зрителям просто раз взять это все и забыть, к черту, пардон, ну, до конца света следующего забыть, потому что это все абсолютно устар. Нет никакой проблемы с нефтью. А есть проблемы с климатом, есть проблемы с энергией, нет проблем пика нефти. Кстати, потребление растет и будет расти в ближайшие лет 15. Вот, значит, все-таки как выглядит мир с точки зрения энергии? Значит, мир потребляет, вот на 10-й год есть данные, примерно под 13 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. 13 миллиардов. Ежегодно. Всей энергии. Причем, значит, колоссальная неравномерность. Вот Россия производит там миллиард 300, экспортирует 600, 700 потребляет сама. А США доимпортируют 500, китайцы 250. То есть мы вообще, говоря, близки к тому, чтобы в одиночку закрыть дефициты Китая и США. Тем более, что американские будут снижаться. Дефицит. Человечество прошло любопытный путь от лошади и паруса. Значит, с промышленного переворота начали сжечь уголь, жгли, жгли, жгли. Керосин придумали, какой-то тихий аптекер на Западной Украине в 1862 году. Подсели на керосин. Потом около Первой мировой войны подсели на мазут, потом на бензин, потом на авиационный керосин и так далее, и так далее, и так далее. Теперь вот нефть, чисто транспортное топливо, и, ну, химия, и, ну, на 70% транспортное топливо. А на сколько растет энергопотребление, если посмотреть за последние десятилетия, вот за 21 век? Это... О, нет, это колоссально. Колоссально. С 2000 года. С 2000? А, нет, это можно посчитать. Примерно она росла 2-3% до кризиса в год. Даже 3. В общем, я бы сказал так. Пока она растет 1-1,5% в год, мировая энергетика выдержит снабжать. А когда вот был бешеный рост экономики в 2001-2007 году, перед кризисом, то энергопотребление росло по 3% и не выдержали, так сказать. Уже начались ценовые дисбалансы, нехватка мощностей и так далее. Теперь это, естественно, плоское. Последние 4 года, ну, но мир раскололся абсолютно на две противоположные части. В развитых странах энергопотребление практически плоское. Ну, там газ как-то... Год падает, год растет. А зато в Азии, особенно в развивающемся мире, растет очень быстро, причем растет, конечно, к сожалению, угольная энергетика. Ну, кстати, и в развитых. Это целая отдельная история. Она самая грязная сейчас. Ну, давайте приведем точные данные. Насколько я помню, при выработке 1 кВт-часа в развитых странах, вот стандартная электростанция, такая, усредненная, на кВт-час выбрасывают 390, по-моему, 8, что ли, грамм. Ну, грубо говоря, 400 грамм в атмосферу. Это угля, когда сжигаешь? Это когда газа. А, газ. А когда угля, то 892. То есть, ну, грубо говоря, 900. Больше, чем в двое. То есть, один и тот же кВт-час, там, тут 400 грамм, тут 900 грамм. И вы будете, как говорится, вы ужаснетесь, но человечество выбрасывает сейчас в год, по последним данным, в год 34 миллиарда, 11-й год, 34 миллиарда тонн вот этого самого выхлопных газов. СО2. Безумная совершенно величина. Причем, если кто думает, что кто-нибудь в мире что-нибудь там снизил, то ничего подобного. Хорошо, но вот все-таки вернемся к этому глобальному балансу. То, что вот это вот ежегодно растущее потребление энергии, оно, у нас есть, грубо говоря, ресурсы, запасы, разведанные запасы для того, чтобы поддержать такой вот потребление. Да, конечно. Значит, вот вы хотели, я бы сказал точно, значит, примерно на четверть, примерно процентов на 27 выросло общее потребление, 10-й год против нулевого, 2010-й против 2000-левого. То есть 27 процентов. Но это вся энергия. Это, включая возобновляемые, атомные, все. Вот. И у человечества, конечно, есть энергия. Надо совершенно недоиспользовать. Солнечную, там, ветровую, там, это ежам понятно. Но газу полно, угля немыслимо. Угля там на 150 лет, газа там на что-то. Вечный разговор про нефть основан недоразумения. Как запустили, как начали делить запасы нефти на потребление 100 лет назад, получилось 30. Так до сих пор 30 и стоит. И каждый год начинается. Скоро 30 лет кончится нефть. И так 100 лет, говорят. На самом деле, сейчас поднимают уже при нынешних ценах, становится рентабельным добыча сланцевой нефти. Пропуская там более дешевую, кстати, которую полагало, думали, что арктическая. Значит, на это не так. И еще открывается. Но главное, что нефть реально это транспортное топливо. Это, повторяю, керосин авиационный, топочный мазут, бензин, дизель. И процентов на 7,75. Остальное, значит, там, ну, химия напрямую. И прогноз потребления нефти поддается разумным величинам. Вы смотрите количество автомобилей в развивающих странах, которые будут сделаны, смотрите их потребление, дороги. Ну, то есть, это вот такой счетный момент. А почему же тогда такая волатильность цены? Если мы можем просчитать потребление нефти, мы знаем примерно какие запасы, почему такие скачки цены? Возможно ли это как-то предсказать? Предсказать как-то можно, и мы этим как бы все занимаемся. Больше того, кроме нас, занимает все остальное человечество. То есть, если раньше все были специалисты только в воспитании детей и лечении гриппа, то теперь нет человека на земле, кто не был специалистом по скачкам в ценах. Так что это как бы все специалисты. Но, по сути дела, скачки связаны с капиталовложениями, с лагом, то есть, формально вообще с лагом капиталовложений. Потому что вы принимаете решение сейчас, договариваетесь, где-то ищете, бурите, строите 10-15 лет, к тому времени, когда это все сделали, выясняете, что это то ли нужно, то ли не нужно. И, например, при 20-долларовой нефти, которая стояла с 1986 года по 2002, 17 лет, средняя 20 долларов. На этот дурдом никто не будет инвестировать при этом. Были очень маленькие капиталовложения. И когда пошло такое ускоренное потребление в развивающемся мире, в 2000-х годах, шарах, то есть, года три в районе, там, примерно, 5-6-7 год нашего тысячелетия, мир работал на нулевых запасных мощностях, ну, практически на нулевых запасных мощностях в добыче нефти. Там кое-что показывали, но, в самом деле, тяжелые нефти в запасе были, которые легко добыть, готовы были к добыче, но к ним не было НПЗ. Вот. Поэтому это естественный процесс, это разрыв между скоростью капиталовложения и добычей, потреблением, волны и так далее. Да, Николай. Да, спасибо. Я хотел бы еще добавить, что, по данным исследовательской группы кембриджской, вот, всего человечества добыло чуть больше триллиона баррелей нефти. Да. А вот разведанные запасы, да, они составляют 4,8 триллиона. То есть, это традиционные, нетрадиционные. ресурсы. В 5 раз больше добытый. Да, в 5 раз больше добытый, поэтому все разговоры о том, Это правда не от кем, от кем же вы узнали, выяснили, это елки, но неважно. Ну да, они посчитали уже. Да, это, так сказать, один сложный. Ну понятно, что речь идет о сланцевой нефти, о так называемых битумных песках, там, в общем, технология добычи там довольно сложная, но тем не менее... Грязная, довольно грязная она. Она, с экологической точки зрения, она еще и грязная. Там пол канады, ну там пол монетопа, залиты грязными болотами этими водами. Нобелевская ждет очистителя. Ну, то есть, я понимаю, что, в общем, по части ресурсов, и в том числе... Но они стали дорогими. Да. То есть, понимаете, вот как я думаю, что у нас хорошо, у нас меньше, не меньше нефти, но нефть более трудная, энергия более трудная, все дороже и дороже. Вы имеете в виду страну или мир? Ну, я имею в виду в мире сейчас пока. Вы правы. Нефть становится дороже и нефть становится труднее. Вы знаете, и да, и нет. Загадка, как сказать, вот в нефти все не так, как думает нормальный человек. Вот вы не обижаетесь, как говорится, товарищи слушатели, вот все, что вы думаете, по-нормальному, в нефти не так. Например, с одной стороны, да, конечно, надо двигаться там какие-то... Вот у нас севера, там где-то, значит, Арктики, там Антарктики и там полно нефти, но это жутко холодно и дорого. Кстати, как представитель правления WDWF России, то есть панды... Всемирного фонда защиты этих народов. Но российский. Да, российский. Российский фонд. Мы еще в 2006 году зарегистрировались как российский наличник. То есть вы не иностранный агент? Ну, то есть такой тигр случайно, а мы нет. Понятно. Вот. Так, значит, что существенно? Мы категорически, вот правила, которая предлагается и сейчас, кажется, вбивается в закон, что вы можете в Арктике бурить только тогда, когда у вас к этому моменту тут и все правовые, финансовые, и технические средства есть. Потому что в Арктике не чистится нефть, не рассасывается, в отличие там от Мексиканского залива. Вот. Поэтому. Но с другой стороны, по прогнозам Международного Ленергетического Агентства, вот только что вышел очередной в ноябре, к 30-35 году доля ОПЕК, где нефть дешевая, теплая, легкая, и в таком сложном политическом районе, ее доля в добыче в мире подскакивает с 42 до 50 процентов. То есть, мир как бы в развитом мире, все двигаются в тяжелые нефти, в дорогие. А в, там, условно, США, вообще, американский контент становится энергодостаточным в ближайшие годы, все, так сказать, ему ничего не надо. За счет чего? Американская сланцевая нефть и бразильцы выходят на экспорт. Они раньше все потребляли, а теперь будут экспортировать до 3 миллионов баррелей. То есть, континент, то есть, Северная Америка скоро будет самодостаточна. И в целом континент будет, оба будут самодостаточны. То есть, Ближний Восток будет снабжать прежде всего Азию и Европу. Но в целом может выйти даже на ОПЕК, может выйти на половину. Поэтому процессы, я бы сказал, политические в нефти по-прежнему будут играть колоссальную роль. И в цене нефти, ведь все-таки вот эта вот волатильность, политические риски, как я понимаю, это огромная, большая очень составляющая в цене нефти. Но, вот понимаете, тут проблема с волатильностью стоит очень хитро. Давайте поговорим волатильность так волатильность. Ну, во-первых, давайте сознаемся, что волатильность это то, что нам не нравится и то, что нас трясет. Правильно? Фома Аквинский волновался по этому вопросу. В средние века многие нервничали. Вообще, как что происходит, так волатильность. А, в общем-то, ну, бывают высокие цены, бывают низкие. Волатильность, если по-научному, это колебание вокруг какого-то уровня, она такая сейчас не очень большая. Потому что, когда у вас знаменатель 20, то 5 долларов это четверть. А когда у вас знаменатель 120, то коридорчик в 20, это там одна шестая. То есть, волатильность сейчас, строго говоря, меньше, чем, вот если ее мерить тупо, по-математически. Реально, конечно, нефть колеблется в некоем коридоре. Я это, как бы, бестрепетной рукой написал 4 года назад, вот после кризиса, что будет нефть там держаться 70-90, там коридор. Многие были недовольны. А потом он стоял, 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 пока и Фукусима, и Ливия ее, дело не стряхнули, потом Иран не вытолкнули с 90 на 110. Дальше начинает очень интересная работа фактора, которых никто раньше не... Ну, то есть, специалисты знали, а так народ не задумывался. Например, нижняя цена нефти сейчас в мире, вот такая устойчивая, примерно равна той цене, по которому у Саудовской Аравии нет бюджетного дефицита. Это сколько? Ну, я думаю, 90 сейчас. То есть, понимаете, если крупнейшие страны, а остальные страны, там кому-то надо больше, кому-то меньше. По состоянию напрошенной на бюджет 11-го года, нам, чтобы балансироваться 0, нужно было 115. И у Чавеса, по-моему, 140 уже. То есть, когда у страны основной, или как у нас, преимущественный продукт, или у кого-то единственный нефть, то легко посчитать, какая должна быть цена, чтобы не было дефицита. То есть, мировую цену диктует саудиты. То есть, если ниже 90 падает, то они регулируют через свою нефтедобычу. Ну, не сказать там хитрее. Саудиты еще могут пожить при какой-то там 80-90. Но масса стран не может уже так жить. Поэтому, когда в восьмом году, осенью, она грабанулась, нефть на 30-40, ОПЕК срубила 3 миллиона баррелей из 20, ну, там, там, больше 10, примерно 15 процентов добычи. И в течение полугода нефть вышла на 70. За год вот вошла в этот коридор и пошла. Поэтому, страны начинают, когда их совсем прижимают, они начинают вести себя адекватным образом и регулировать это. Ну, а как вы считаете, страны ОПЕК сейчас в состоянии спровоцировать такой кризис, как они спровоцировали в начале 70-х годов? Нет, а зачем им? Им совершенно это не нужно. теоретически я имею в виду. Нет, нет, нет. Могут ли они, в принципе, так сейчас влиять на рынок, как 35-40 лет назад? Ну, у них доля по-прежнему, у них доля не меньше, чем тогда. У них доля достаточно большая. С точки зрения торгуемой нефти, то есть перевозимой через границы, она огромная. Теоретически, да, практически нет. Тогда они взрывались, публика забыла, что перед тем кризисом мировая цена нефти была 4 доллара. Вот Ближневосточная листья в США приезжала по 4 доллара. Внутренняя добыча в США стоила 6, цена 8. И закрылась бы вся американская внутренняя нефтяная промышленность, если бы они не ввели так называемый winful tax, то есть налог на воздушную прибыль, 4 доллара. Они уравняли, удержали минимальную независимость свою нефтяную. А потом, когда в 75-м году нефть долбанул на 14 долларов, этот вопрос исчез. Внешняя цена стала меньше внутренней. Ну, и дальше там то же самое. Поэтому история нефти дорогой. Это только 40 лет. До 72-го, 73-го года нефть стоила очень дешево. И у тех стран была жесточайшая, так сказать, заинтересованная взять ее и поднять. А вообще, вот такая вот вопрос. Зависимость мировой экономики от нефти растет по мере экономического роста? Мы все больше зависим от нефти. Падает, 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 падает. Нефти не энерго, а нефть и емкость мирового ВВП, глупое выражение, мировой внутренний продукт. Ну, с точки зрения галактики? Вдвое. Вдвое упал за 40 лет. Ага. Вдвое. А энергоемкость растет? Энергоемкость росла вот до 2007-го года. Вот теперь только начали меняться параметры, потому что практически выходит на нулевой прирост. На рост без прироста энергии развитый мир. Но, повторяю, Латинская Америка, Ближний Восток, Китай, Индия, многие люди, они все, они все пруты, но главное надо понимать, в Азии 70% энергобаланса это газ, это уголь. Смотри, смотри, забудь, как говорят в американских фильмах, присяжные, забудьте мою предыдущую ошибку. 70% азиатского баланса это уголь. Больше того, происходят эти фантастические вещи, которые никто не ждал. Затем расскажу, что интересно энергетикам. А вы скажете, интересно для этого людям. Например, в Америке сейчас очень дешевый газ. Вот наш и прочий газ в Японии 600 долларов, в Европе 300-400, а внутренний сланцевый, особенно газ в США, запертый без выхода к морю 100. Под это дело снижается потребление внутреннего угля, и американцы вытолкнули свой уголь на экспорт в Европу, где дешевый американский уголь выдавливает дорогой газ. В результате в Европе растут выбросы от угля, а в США падают не потому, что они там подписали что-то или что-то делают, а потому, что просто экономически вытеслили уголь газом. Это называется межтопливная конкуренция ценовая. То есть в мире идут совершенно необычайно интересные процессы. Ну, то есть, подытоживая первую часть нашей беседы, в мировом энергетическом балансе мировой ВВП вышел на некий стабильный уровень энергоемкости. В развитых, а в развивающих растет. Хорошо, а если с развивающимися? Не-не-не, растет. Растет, то есть энергоемкость мирового ВВП. В ВВП мира сейчас примерно пополам. Половина в развитом, половина в развивающемся. Развивающийся растет быстрее и продолжает съедать в расчете примерно на 1% роста ВВП, там 0,5-0,7% прироста энергии. Понятно. А в развитом минимальной, или 0, в общем, минимальной величины на приросты. Правда, и приростов нет. Ну, вот о том, как в этот глобальный энергетический баланс вписывается Россия, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. Археология Форбс вас приветствует. В студии Сергей Медведев. Сегодня мой соведущий Николай Амазурин, заместитель главного редактора журнала Форбс. И у нас в гостях Леонид Григорьев, заведующий кафедрой мировой экономики и высшей школы экономики. Говорим мы о нефти и о мировом энергобалансе. Ну, вот сейчас мы вышли на некую такую, вот то, что Леонид Маркович еще несколько лет назад говорил, что вот нефть находится в коридоре 70-90 долларов. И вот сейчас в этом коридоре, собственно говоря, и болтыхается. Что это значит для России? Вы говорите, что для России 115 долларов это вот эта вот минимальная цена положительного сайта. Ну, еще хитрее. Все усложняется. Я, кажется, сочувствую средствам массовой информации и все там сложнее. Во-первых, Россия, как выглядит в этом балансе? Два слова. Мы производим немыслимое количество энергии. Мы гораздо важнее для мира, чем вся пропаганда наша смогла из себя выдавить за последние 10 лет. Просто это как бы относится к качеству пропаганды. Дело в том, что мы производим 10% мировой первичной энергии. 5 примерно процентов жрем сами, 5 экспортируем. Хорошо, для сравнения, сколько Саудовская Аравия? Ну, меньше гораздо. Меньше. Но они только нефть. Америка? Да нет, они съедают больше. Они съедают 22. Мы производим 10, они съедают 22. Считай с импортом. Поэтому по потреблению мы не главное совсем держа. Мы очень мелкое по потреблению держа. Ну, хотя много мы съедаем энергии, наверное, раза в два больше, чем в Германии. Вот. Особенно газом. Мы же безумная газовая страна. Но давайте вот базисные вещи. Значит, мы при 2,3% ВВП в мире и населении производим 10%. Мы рабы энергетической машины, которую построили какие-то советские, которые построили, свалили отсюда. А мы должны эту машину полировать, смазывать и экспортировать. Получать доходы. На них мы кормим армию и пенсионеров. Ну, по бюджету, половина бюджета из нефти. Вот здесь главный вопрос из-за правительства слова рабы. Это действительно некая уже самой истории предназначенная роль России в мировом разделении труда? Нет, 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 нет. Это результат специфики инвестиций 80-х годов в Советском Союзе. 80-х, не раньше, не 70-е, Гаструбы, вот это все восточная политика. это начало 80-х, конец 70-х. Нет, нет, это все в основном сделано в 80-х. То есть это выбор, это выбор России был? Нет, это выбор Советского Союза по снабжению стилистического лагеря. Машина построена на миллиард людей, полмиллиона в Комиконе, плюс там Куба, Китай, там и так далее, на изоляцию от рынка. Причем мы довольно дешево это дело продавали-то. Поэтому эта машина теперь, это компании, которые заинтересованы в производстве, Минфин, которые заинтересованы в налогах от этой машины. Ну и вот мы так и живем. Ну, чтобы было понятно, в мире, вот в ВВП капиталложение обычно ставит 22-24% в мире, вот из ВВП. А в России только 21%, но в мире вот из тех 22-24%, на энергетику в среднем уходит один, один с небольшим процентом, а у нас больше четырех. Если из нашего 21% выйти 4-4,5 энергетических на все отрасли, то у нас остается на всю модернизацию, инфраструктуру, жилье, дороги, на все остается там где-то 16 с хвостиком процентов. Мы очень мало инвестируем во все, кроме энергетики. По энергетике по капиталожению в четыре раза. Больше того, по прогнозам МИА мы остаемся где-то там 2-3-2-5% мирового ВВП на ближайшие там 20 лет. Да, наша доля в мировых энергетических инвестициях за следующие 20 лет по наметкам международной энергетики 6,6%. Ну, то есть мы по-прежнему обслуживаем вот это вот энергетическое... Мы обслуживаем мир, конечно, мы обслуживаем мир. Так сложилось, закрепилось. Закрепилось это в 90-е. Сложилось, давайте уж, сложилось в 80-е, закрепилось в 90-е. Потому что та нефть, которая рассасывалась в соцлагере, она вышла на рынок и все, и мы подсели на эту иглу. Хорошо, это, так сказать, извиняюсь за чудовищную наивность этого вопроса. Хорошо это или плохо в долгосрочной перспективе? Вот это вот то, что мы приставлены к этой энергетической машине. Ну, давайте смотреть так. Если с точки зрения сейчас покушать, то хорошо. С точки зрения места в России и в мире на ближайшие 100 лет. Очень плохо. Очень плохо, потому что мы отключаем и отключаем мозги. Страна превращается в место добычи и много-много охранников охранников. Последние данные Огонька, по-моему, до полутора миллионов охранников. Но понятно, что у нас есть большая армия, большая милиция и еще охранники и некоторое количество преступников. И они все вместе замкнуты в том, что им ничего производить не надо, потому что есть нефтяная аренда, одни содержатся напрямую, другие через бюджет, а третий путем ограбления первых всех вместе взятых. Вот вы так очень хорошо сейчас очень четко сформулировали. Знаете, я хочу здесь наших слушателей подключить к этому разговору. 65 10 99 и 6 в нашей студии. Вот звоните нам и скажите, как вы думаете, высокая цена на нефть это благо или зло для России? Надо ли нам стремиться по-прежнему жить с высокой ценой на нефть или нам пытаться диверсифицировать? Ну, может, действительно, с одной стороны смешно что-то с стула под себя выдергивать. Вот мы сидим на этих ресурсах, на этой супермашине. Итак, высокая цена на нефть благо или зло для России? 65 10 99 и 6. А пока народ голосует, мы дальше идем. Да. Давайте еще про Россию. Конечно, мы уникальны вовсю. Вот что, обожаю, сколько не занимаешься в США или Китае, вот как до России дойдешь, но тут все есть. Сибирь сидит на воде, Урал на угле, Европа на газе, немножко по Волжской воды, атом. Значит, на северо-западе у Питера 36% электричества атомной, в целом по стране всего 16. За Уралом нету никакой. Все это управление чудовищное. Один сектор государственный, другой сектор частный, третий пополам, четвертый наоборот. Все запутано. Министерство энергетики пребывает, так сказать, в ужасе, постоянно управляя всем этим делом, потому что там это все все время происходит очень сложно. Поэтому очень интересно, конечно, для ученого, Россия, российская энергия поразительная. У нас есть первые звонки. Александр на линии. Слушаем вас. Добрый день. Да, добрый вечер. Ну вот, хорошо ли это плохо, наверное, вопрос тоже несколько наивный. Конечно, это хорошо. Да, конечно, хорошо. У нас есть деньги. Просто как мы распоряжаемся, если взять страну за какую-то одну большую корпорацию, которая много зарабатывает и правильно тратить, наверное, всем хорошо в этой корпорации. А у нас хорошо только там единицам, или десяткам, или тысячам, или 110 миллионов. Ну да, вопрос не в нефти, а в том, как мы и распоряжаемся. Собственно, в институте. Как мы с деньгами распоряжаемся. Практически в первой половине своих комментариев повторил то, что я хотел сказать. Что вопрос, конечно, не в высоких целях нанести, а в том, как мы эту всю выручку тратим и на что мы ее, собственно говоря, тратим. У меня, понимаете, складывается такое впечатление, что на самом деле в стране, кто бы что бы ни говорил, совершенно, ну это совершенно очень сильное слово, почти нет людей, которые думают о том, как страна будет выглядеть, ну хотя бы через 15-20 лет. Я уже не говорю о стратегии на 30-50 и даже 100 лет. Вот такое впечатление, что наше правительство думает исключительно о том, как вот справиться год-два, ну максимум три вперед, и больше никого, ничего не контует. И вот это, пожалуй, самое огорчительное, потому что если вы не понимаете, где вы хотите быть через 10-15 лет, в том числе и в энергетике, между прочим, потому что там особенно длинные инвестиционные циклы, то, ну ничего хорошего в принципе не может получиться. Много у вас денег, мало у вас денег, вы не понимаете, кем и какой страной вы хотите стать. Понятно, спасибо, Анатолий. Леонид Маркович, вот как вы на это отреагируете? Есть ли стратегическое мышление в энергетике? У энергетиков совершенно другое понимание. Понимаете, вот тут это большая разница. Есть стратегическое мышление, а есть стратегическое мышление в энергетике. Это разные совершенно вещи. Потому что стратегическое мышление государственное, это одно. И я согласен с обоими коллегами, выступавшими, это проблема стратегии, проблема использования денег. Мы получаем колоссальные деньги, причем почти как члены ОПЕК, но мы их не реинвестируем, ведь у нас огромная норма вывоза капитала, причем это не только частные, это и государственные. У нас норма сбережения вот за 2000-е годы где-то в районе 30%, то есть 30% от ОПЕК, а капитала уже не 21%. То есть мы 7-10% сбережений страны в мире в ОПЕК, 7-10% ВОПЕК вывозим. Мы их не реинвестируем. Поэтому, конечно, это проблема стратегии. Ну, я честно говоря, здесь это как бы не к сегодня, я написал такой для Валдайского клуба доклад на сей предмет, но это отдельная история, именно на эту тему, в стратегии внутри энергетики. Энергетики не мыслят категориями страны, они и мыслят категориями и месторождения, отрасли, предприятия, трубы, но они стратеги в своем мире, в конкуренции, в издержках. Ну, это кто-то должен думать, стратег должен думать о стратегии в целом. Ну, подождите, различия, вот вы говорите, различия мышления энергетиков и мышления государственного. Сейчас, когда у нас идет о государствлении энергетики, по сути, разве они не сливаются в экстазе? Нет, нет, во-первых, они не сливаются, во-вторых, оно не идет. Не путайте, Христораде, общую собственность и коммерческое поведение. Наша энергетика абсолютно коммерческая и в этом смысле более частная, чем Большой театр. Вот, поэтому все компании, неважно, кому они принадлежат, они ведут себя на рынке коммерческим порядком и их стратегии коммерческие. Вложить, опередить, успеть, выйти. То есть, они все равно в рамках нормального энергетического поведения, они отрасли, они в своей отрасли конкурируют. Вы не видите здесь каких-то долгосрочных изменений в последний, то, что у нас один из эфиров как раз с Форбсом был, мы говорили о как раз фактической национализации нефтяной отрасли, что больше половины нефти уже производится в государстве. Ну, естественно. Проблема заключается в том, что это что повлияло на капиталовложение, на то, во что вкладывают, на рынки, на смеси топлив. Это на что-то повлияло? Вот вы обсудите, а что у нас те компании, которые представляют государство, они что ведут себя как-то иначе, чем которые частные? Ну, там другая совершенно эффективность менеджмента, как мы видели на примере частных нефтяных компаний и Газпрому, с другой стороны. Это очень спортное дело, потому что вы можете сравнить только очень сопоставимые величины, там это очень трудно. Эффективность Газпрома к частным нефтяным компаниям, ну, просто не имеет никакого отношения, нас сравнивают с газовиками, во-первых. Потом на Газпрому, если я правильно понимаю, понавешано Зениту и другого интересного, так сказать, развлечения. Там же нет, ну, это же вопрос, что вы смотрите. А вот с точки зрения энергетики, и опять это относится к использованию заработанных денег, а не к тому, как они добываются. Это предмет... Другое дело, что нам вообще пора менять энергостратегию, потому что стратегия 2003 года писала с нищими людьми, у которых 20 долларов баррель была мечта, 22 счастья. А в стратегии 2008-2009 года писалось людьми слегка ошалелыми от 147 долларов, и в ожидании, что будет как бы 200-250, того глядей. И как там понаписали, все, хотим все. Вот. Давайте еще раз послушаем наши звонки. Вот это вот 147 долларов, как говорят нефтяники, 100 за баррель. Вот это вот дорогая нефть. Что это, благо или зло для России? Андрей. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мне кажется, вот правильно здесь выбран, собственно, разговор. Ну, нить разговора улавливается точно. Речь надо ввести не о ценах на нефть. Конечно, для любой нефтедобывающей, нефтеэкспортирующей страны высокие цены – это благо. Это смешно говорить про нефтяное проклятие и так далее. Но стратегия использования этих ресурсов, о чем нужно правильно? Кто распоряжается благом? Мы знаем Австралию, мы знаем ряд энергоэкспортирующих стран, которые, в общем-то, достаточно неплохо эти ресурсы используют и рационально. И Норвегию тоже взять. Вот. Так что речь надо... Понятно, да. И о стратегии государственной экономической, а ее, конечно... О распоряжении благом, да. А высокие цены – ничего в этом плохого не значит. Понятно, понятно. И еще один звонок, Сергей. Слушаем вас. Здравствуйте, да, Сергей. Вы знаете, я думаю, на самом деле, это и неплохо, и нехорошо, большие цены на нефть. Дело в том, что это даже не в этом дело. Вот смотрите, у нас в советское время была государственная экономика, так ведь? Вот. Алло? Да-да-да, мы слушаем вас. А, да. Вот. Была государственная экономика, все было в руках государства. Потом те, кто затеял демократические перемены в стране, они это уничтожили, да, в расчете на то, что у нас будет много мелких частных предприятий, которые заменят государство в промышленности. Но этого не случилось. Вот. И получается такая штука, что Путин, ну, грубо говоря, директор нашей страны, вот, ему каждый месяц надо платить зарплату, а из чего ее платить? В промышленности нет в стране, никто создавать частные предприятия практически не будет. Нет в нашем народе, в менталитете нашего народа желания создавать небольшие частные предприятия. Там, чего угодно, хоть по производству шариковых ручек, зубных щеток, обуви, вплоть до самолетов. Вот. Вот. И получается замкнутый круг, где нужно платить пенсии, пособия на детей, содержать армию, а откуда деньги взять государству? Вот они вынуждены продавать нефть. И как быть тогда в этой ситуации нам всем, если никто не хочет создавать предприятия частные? Понятно. Понятно. Спасибо, Сергей. Ну, да, Леонид Маркович, вот то, что Сергей обрисовывает, нефть часть этого замкнутого круга, недостатка, собственно, стимулов к инвестированию внутреннему. Ну, вот, теоретики считают, что есть такое ресурсное проклятие, богатые страны, плохие институты, в части плохой малый бизнес. Ну, ведь одновременно, помните, что целый ряд стран, как правильно сказать, особенно англосаксонские или та же Норвегия, прекрасно перенесли большую нефть. Совершенно она их не сокрушила. То есть, я бы сказал, страны с плохими институтами, как влезли в нефть, вот так и живут, и счастливы. И в значительной мере страны ОПЕК же растут очень медленно. Вот. А мы на нефти, конечно, на этой высокой цене компенсировали вот этот развал 90-х, хоть немножко так и подкормились. Теперь вопрос рациональный. Ну, дальше так нельзя, надо, так сказать, рациональный. То есть, еще раз, чтобы это застолбить, дело не в количестве нефти, а в качестве институтов. В качестве институтов, которые рационально используют доходы от нефти. Ну, а как вы считаете, можно ли сказать, что Россия находится между, с одной стороны, Норвегией, а с другой стороны, странами ОПЕК, но, прежде всего, Ближнего Востока. Нет, мы не между находимся, мы гораздо ближе к странам ОПЕК. То есть, между-то между, но с какой стороны? Нет, нет, у нас, конечно, с институтами сильно плохо. И по всем, мы же мерили, все это делается очень легко, вы берете почти любые показатели. И мы оказываемся гораздо ближе к ресурсным экономикам, чем к развитым. Ну, кроме, естественно, образования населения. У нас вообще фантастическая вещь. У нас, скажем, доля населения с высшим образованием, вот в результате бума 2000-х годов, там 25% в стране с колледжами. А ВВП на душ, там, условно, 17 тысяч долларов, вот по ППС, по паритетам. Ну, грубо говоря, 17 тысяч и 25%. А в Европе там будет, скажем, 15% с образованием и 35, там, 30-35% в ВВП, ну, долларов. Поэтому у нас, если тут вдвое больше, там вдвое меньше, то и перемножая, получается, 4. То есть, соотношение между ВВП и образованием, строго говоря, неправильно в 4 раза. Вот это наша проблема, вот это наша, так сказать, экзотика. С точки зрения институтов образования. Мы слишком образованы для такой нефти и для этого ВВП. Ну, как Ленин говорил, не прошли культурного капитализма. Вот, поэтому, возвращаясь на секунду к нашей энергетике, напомню просто, что, значит, мы же все-таки добываем безумное количество чего? 300 миллионов тонн угля 100 на экспорт, 600 газа 200 на экспорт, 500 миллионов тонн нефти 2 трети на экспорт, треть сырой, треть полупереработанной. И вот эта машина вот пашет и пашет. Ну, наверное, надо два слова сказать в России о прочих видах энергии. Сейчас мы об этом поговорим после перерыва, мы идем через минутку на перерыв. Но вот последний вопрос, который я хотел запросить. Какой степени нынешний политический режим связан с ценой на нефть? То есть, грубо говоря, вся нынешняя стабильность, весь этот авторитарный дрифт, который мы наблюдаем последние годы. Грубо говоря, путинский режим, насколько он зациклен, вот то, что вы говорите, 2003 цена на нефть там 40 за баррель, а сейчас доходило до 147 до барреля. Понимаете, любой режим, который пытается оперировать большими свободными средствами, которые не заработаны гражданами. Помните, там Карлу Первому отрубили голову, он там налоги вводил, понимаешь, не вовремя, сам. И говорил, что он от Бога, может делать, что хочет. Ну, голову отрубили. Правда, это было в Англии. Здесь, значит, не надо не вводить никаких налогов. Плоский налог, 13%, счастье. Прогрессивного нет, того нет, сего нет. В результате, ну, полбюджета из нефти. Поэтому у всякого правительства, неважно, какого она политической окраски, в данную секундочку, это уже предмет политики. Но сформулируем чисто бюджетную теорему. Каждое правительство, имеющее полбюджета, не взятое у граждан, а взятое просто при какой-то такой операции отсчета при экспорте, обладает колоссальной независимостью от своих граждан. И в состоянии купить свою армию, полицию, я бы сказал, отдельные желтые средства массовой информации и так далее. И обратная зависимость действует. То есть, наоборот, когда кончается вот этот windfall profit, да, когда кончается свободная нефтяная халява, то правительство обязано обращаться к гражданам. Как это случилось в 85-м году с Горбачевым, да, которой перестройка случилась на фоне низких цен на нефть? Ну, это не совсем так. Горбачев же все-таки с Афганистаном выходил из Афганистана. И, кроме того, я бы сказал, более неудачного экономической политики, чем у Горбачева, трудно себе представить. Он все-таки провалился. Цены помогли ему провалиться, но все-таки там все, что они делали, было просто неправильно. Ну, то есть это... Понятно. Что там? Ну что ж, поговорим уже в третьей части нашей передачи о том, как в будущем будет выглядеть мировой энергобаланс. И снова добрый вечер. Программа «Археология». «Археология Форбс» сегодня. Мой соведущий Николай Мазурин, замглавного редактора «Форбса». И в гостях у нас Леонид Григорьев, заведующий кафедрой мировой экономики, высшей школы экономики. Говорим мы о нефти, о мировом энергобалансе. И вот сейчас, в третьей части нашей передачи, хотелось бы задать такой вопрос. А появляются ли в мире альтернативы? Альтернативы российской нефти и российскому газу. То есть все эти альтернативные источники энергии, все эти планы Евросоюза 20-20-20. Ну, грубо говоря, что постепенно зеленеющая мировая экономика и ветряк выдавят нужду в российской нефти и газе. И, соответственно, наш режим будет как-то вынужден искать другие точки опоры. Ну, для политологов, которые надеются, что, так сказать, мировая энергетика встанет и оставит наш Минфин без денег, в общем, в ближайшее время не надейтесь. То есть могут быть падения и тряски, но вот чтобы совсем ближайшие там лет 15-20 так оскудела казна экспортная, к сожалению, это проблема. Мы, экономисты, мечтали бы жить в стране, которая не имеет такой ренты и рационально использовала бы все ресурсы и финансовые и прочие людские. Думаю, что проблема, как вот говорили слушатели, именно в том, что в этой сложнейшей ситуации, как такого примера, такой большой сложной страны при такой ренте и необходимости трансформации от нефти к мозгам, придется решать все-таки в условиях довольно высоких цен. Думаю, что меньше 80-90 все-таки нам не грозит. То есть вот в рамках этого десятилетия все-таки... Могут быть падения там, могут быть там 2-3 месяца падения в год там, или что-то, или какой-то кризис, или что-то. Ну, а потом может опять подскочить еще хуже. Обратите внимание, что правительство это сознает. Там все не так просто. Посмотрите на бюджетное правило, введенное в мае посланием президента. Оно предлагает использовать из цены нефти только ту часть, которая представляет среднюю за последние 5 лет. Это 94 доллара. То есть бюджет 13-го года сформирован под 94, не под 100 с лишним, которые сейчас. Остальное давай гони в резерв. Мудро, не мудро, но бюджет-то сдавлен. Кстати, поэтому все вводят, потому что там мало на образование, мало на то, мало на сё. Хватает только на МВД. Причем именно там не про армию. Прирост в ближайшие годы не в армии, а в МВД. Если брать силовиков. Проблема в том, что нам, конечно, придется трансформироваться в эти условия. Это проблема реинвестиции ренты, а не создания производств без ренты совсем. Ну, это с одной стороны проще, с другой стороны, на какие деньги вы собираетесь создавать что-то, если у вас ничего нет. И люди там отъехали, и капитал подвывезли. Поэтому это, конечно, проблема. Но что в мире происходит? Первый вопрос, что был в мире. Во-первых, в мире пошла трансформация систем, прежде всего электрических. То есть, вот появляется, особенно в таких прибрежных державах, Скандинавия, огромное количество ветрового электричества в теплых краях, в том числе и в Китае. Солнечного. Да, но прирост потребления в мире, в электроэнергии идет еще быстрее. Очень быстро. Да, еще есть такая проблема, насколько я понимаю. Вот ветровая генерация, да, и электрическая, это только генерация. Но еще есть проблема сетей, доставки. О, могу привести замечательный пример, вы совершенно правы. Совершенно замечательный пример. Нам рассказывают датчане, как у них много ветровой генерации, показывают график часовой, прям, какого-то января, ну, там, 10 лет назад, не важно, 7 лет назад, и показывают, что вдруг, там, вот, много-много-много-много, немножко больше, в начале там дуло меньше, дуло больше, и вдруг перерыв на 2 часа. Никакой, я говорю, что у вас там, штиль во всей Скандинавии? Нет, говорит, наоборот, когда ветер больше 25 миль, там, чего-то там, 25 метров в секунду, эти ветряки поворачиваются боком, чтобы их не снесло. Вы можете их сделать прочнее, конечно, но тогда вес и стоимость будут чудовищные. Поэтому под все эти системы, которые нестабильны, в отличие от конвенциональных топлив, вы создаете колоссальные резервные мощности. Которые должны включаться. То есть, главная проблема электроэнергетики, ее ненакапливаемость. Да, потому что единственное, что есть такой flywheels, знаете, ну, это как паровой каток, который крутит. Маховики, да. Маховики крутят, ну, это ерунда. Сколько вы можете там накопить. Поэтому смарт-гридс нужны. Вся электроэнергия приходящая, она вся в разнобое, ее надо перерабатывать, доставлять. Колоссально. Но, тем не менее, человечество двинулось в сторону более-более экономных автомобилей. Мы знаем по себе, платим мы столько же, но цена выросла. А бензин мы жжем меньше. Значит, электричество. То есть, и появление новых источников. Наконец, начинаем использовать всякие отходы. Ну, давно было пора. Что там, куда их беречь-то? Но надо понимать, что пока, пока все новые виды, вот, возобновления, они дороже, чем традиционные. И пока работает, так называют, feed-in tariffs, FIT. То есть, приходится доплачивать за новую энергию. Стоило в Германии, там богатое население платит, и все. Там просто перемешали, оно просто платит дороже. А в ряде стран правительство доплачивает. Испанское правительство перестало платить. Говорят, сам не видел, жена ехала из Барселоны в Мадрид ко мне в гости, я на конференции был. Так, говорят, вдоль дороги стоят ветряки, не крутятся. Перестали субсидировать. Поэтому это все очень-очень сложно. Это дорого стоит. И надо осознавать, что трансформация энергетики, это штука, при которой вот то, что вы сейчас приняли решение, вы реально можете сменить только через там 10-20 лет. Циклы очень большие. Вот все выбросы 2030 года уже предопределены теми технологиями, которые сейчас стоят. И Международное энергетическое агентство предупрежает, что все, что сделано будет до 17-го года, то есть к столетию октября, предопределит выбросы 35-го года. То есть ОАГ примерно 15-20 лет. Это по-научному называется irreversibility. Необратимость активов. Какие же вообще стимулы тогда сейчас инвестировать в альтернативную энергетику? О, нет, нет. Прекрасные стимулы. Во-первых, там, где правительство доплачивает, там пошло. Например, самые высокие, чуть не в мире, вот дополнительный зеленый тариф на Украине. Они хотят освободиться, снизить потребление, они вводят на зеленый тариф дорогой. И второй момент очень любопытный, что у нас происходит, например, с возобновляемой энергией. Вот эти деревянные пилеты из опилок. Пилец как-то. А чистая энергия, замечательно. Но у нас же никто на нее не подсаживается топить печки-то. Это же Марокко. Все привыкли, ну что, у тебя газ работает, там, бочку в мазут привезли. Мы экспортили, по-моему, в прошлом году под один миллион тонн этих пилет в Европу. То есть у нас возобновляемая есть, но это не для внутреннего потребления, а тоже на экспорт, поскольку очень выгодно. А пилки недорогие, склепали, поставили хорошие машины западные и на экспорт. Получился еще одна энергетическая экспортная отрасль. Эффективная вообще, скажем, для автономного отопления дома. Понимаете, в чем дело? А при условии, что вы верите, что они всегда будут, то да. А у нас есть их производство? Я говорю, миллион тонн производит. Да, да, да. У меня 90% на экспорт. У меня приватный вопрос. Я тут думаю, себе на даче есть один вариант, либо газ проводить, либо котел на этих пилетах ставить. Значит, понимаете, чем хитрость? Вы должны убедиться, что они всегда будут. Или же вы должны делать, как на всех электростанциях в мире, у вас должно быть два топлива. Ну да. Сергей, в России, наверное, газовые. Да, я думаю, что да. Ну вот, не подрывайте переход на возобновляемость, что я не понимаю. Хорошо, говоря о других альтернативных биотоплива, оно себя как бы даже сейчас не оправдало, что оно слишком много продовольственных ресурсов оттягивает на себя. Значит, тут есть, да, некоторая хитрость. Значит, топливо, на самом деле, производится его чудовищное количество уже в Штатах и в Бразилии, вот в тех странах. Оно, конечно, выедает территорию, но, в принципе, ведь продовольствие не конкурирует лоб в лоб с этим биотопливом. Это обычно не так. США тратят большие площади на биотопливо, но они же крупнейший производитель аграрной продукции. Они занимают первое место в мире по экспорту. Кстати, кто занимает второе, а не хотите опрос провести, не догадаетесь никак, Голландия. 70% земли Голландии обрабатывается и считаясь цветами, второй экспортер мира по стоимости. Не считая цветов? Включать. А, с цветами. Нет, ну все, что от земли. Да. Но биотопливо же еще низкоэнергетическая ценность, то есть она там примерно 60%. Ну, это некая морока, поэтому смешивают, добавляют и так далее. Ведь задача заключается не в том, чтобы мгновенно перепрыгнуть технологические, так сказать, возможности и перейти там и летать там с зонтиком. Не в этом же дело. Мы не Мери Поппинзы, как говорится, а вот, или там Короссены, которые делали это на варенье, по-моему. А вот, значит, утилизовать отходы, снизить давление на выбросы, потому что мы продолжаем увеличивать выбросы. Вот я сижу, у меня преимущество перед человечеством, у меня тут таблицы с цифрами. Я просто хочу сказать и напомнить, что если в 2000 году мировой выброс СО2 в целом был 25 миллиардов тонн, то сейчас вот в 11-м 34, плюс 9. В Китае тогда, в 2000-м, было 3,5, 351, а сейчас 800, ну, почти 9. Хорошо, что делать с этой точки зрения? Ведь, собственно, вот это углеводородное наш... Мы проигрываем, мы проигрываем борьбу за климат, человечество проигрывает. И проигрывает из-за угольной энергетики в Азии. Это совершенно очевидно, потому что прирост в 6 миллионов почти тонн, ну, 5,5 миллиардов тонн в Китае... Причем Китай, насколько я понимаю, сейчас даже обогнал США, да? Давно обогнал. В Америке выбросы 6 миллиардов в прошлом году, в Китае под 9. В полтора раза уже обогнал. И что же делать? И нет никаких несуществациональных механизмов их перейти с угля на газ? Есть 4 миллиарда. Мы меньше... Мы 1,6-1,7. А в Индии тоже много. В Индии обогнал у нас 1,8. Хорошо, ну так что же делать? Миллиардов. С этими выбросами. С выбросами, значит, мир стоит зажатый политически между необходимостью, так сказать, и корректностью. Никто не может навязать развивающим странам, у которых ВВП в несколько раз меньше, чем у развитых. Никто не может заставить их остановить угольную энергетику, перейти на более дорогую. И тоже. Какую? Атомную. Это нам учишься с топливом, технологиями и так далее. А газ тоже тогда импортный. Они уголь-то свой жгут, местный и относительно дешевый. Ну да, не прикажешь. Вот. Да нет, Европа же сейчас ввозит, говорю, американский уголь и на станциях, на теплостанциях, ну электростанциях вытесняет дорогой норвежский, алжирский, российский газ. Частично, ну какой-то, не надо не драматизировать. Но у них второй год падает потребление газа в Европе, увеличивается угля. Поэтому стабилизировались выбросы. Так что с точки зрения экологии мы очень много... Человечество проигрывает. Человечество ведет себя, конечно, как эти гаврики на острове Пасха, которые строили головы и истребляли природу. Истребляли лес, чтобы головы на берег тащить. Ну да. Ну да, на все истребляли, как говорится. Как истребили, так и закончились. То есть мы пока, с точки зрения климата, нет, у нас прогресса практически нет. Была стабилизация во время кризиса, сейчас, в последние 2-3 года, приличный рост выбросов. Хорошо, последний у нас осталось буквально минута в эфире. Последний короткий вопрос все-таки. Есть ли, предвидится ли в будущем некая глобальная альтернатива российской нефти, российским энергоресурсам? Или вот эта вот наша машина по поставке, она по-прежнему будет... Нас могут поджать в условиях конкуренции с выходом американского дешевого газа. Они выходят через несколько лет на Тихий Айян и могут сбить цены в Японии. Выходит, австралийский газ может сбить цены. То есть нас могут поджать по ценам, но не по объемам, скорее всего. То есть, скорее всего, примерно это будут брать, но могут поджать по ценам. Поэтому лучше... Вот эта бюджетная оговорка, она, так сказать, немножко так страхует. То есть, в принципе, конечно, нам нужно исходить из того, что нам нужно все время уходить от высокой цены на нефть в том смысле, чтобы доходы реинвестируют что-нибудь разумное. Ну что ж, учимся жить в условиях дорогой нефти. Как сказали уже многие позвонившие наши слушатели, проблема, конечно, не в количестве нефти, которую мы экспортируем, а в качестве институтов. Так что все сводится к одному и тому же, улучшать качество институтов, качество госуправления и нашей с вами жизни. У нас в гостях был Леонид Григорьев, завкафтор Мировой экономики, Высшей школы экономики, мой соведущий Николай Мазурин. Это программа Forbes Археология. Поздравляем вас заранее с наступающим Новым годом. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...